Всем привет! Сегодня делаем полы и делаем полы по лагам на не ровном бетонном полу. Вообще проблема в том, что вот эти вот полы очень тяжело выровнять. Для того, чтобы нам, чтобы вот это все выровнять, нам необходимо ровные лаги, желательно уже ровный пол, основание какое-то, на что будем выставлять. И очень хорошо было бы, конечно, и удобно, чтобы это все было крепким, нерыхлым. Но так не получается. Потому что если вот брать данную ситуацию, мы делаем вот это полы по кухне, у нас очень много таких неприятных моментов получается, когда ты пытаешься сделать очень хорошо, но в итоге не всегда так выходит. А что у нас в наличии? У нас в наличии вот такие вот лаги есть. Это уже в торсовью, они уже высохшие, они, скажем так, пролежали десяток лет под полом. Их сняли и сказали использовать еще раз. Лаги, в принципе, да, сухие, но они кривые. В принципе, скажу я вам так, если вы такие вот бруски будете покупать в магазине, вот, они в магазине тоже сырые. И их точно так же можно покрутить. Но когда на производстве их нарезают, их, в принципе, нарезают ровными и их сразу же скручивают. Если вы их, то есть скручивают, связывают, вот, там есть производственная такая связка. И если вы их используете, то есть в связанном состоянии купите и сразу же установите на пол и скрутите либо доской, либо USB, неважно чем, вот. Тогда у вас все получится, то есть эти лаги застынут в том состоянии, в ровном, вот, и их не покрутит. Но если, скажем, вы отдельно, плавно такие вот бруслочки возьмете, привезете их к себе на дом, вот, они наберут новую влажность и они выкрутятся. У нас старый пол, в принципе, был достаточно на хороших лагах, на таких плотных, вот, тяжелых, но пол скрипел, пол был выставлен неровно. А что нам хочется? Нам хочется выставить пол по уровню, чтобы положить потом плитку. Да и, по сути, неважно, что вы будете ложить, пол всегда уже должен, ну, при нынешних технологиях, при нынешних условиях, что можно все достать и все купить, и все сделать, в принципе, можно сделать пол ровным. Что можно сделать в данной ситуации у нас? У нас идет пол. У нас идет пол вот такого плана. Видите, что дальше идет стена на санузел. И вот она гипсовая. И ее нужно запенить, заизолировать, для того, чтобы влага не попадала сюда на кухню и точно так же не разрушалась стена. Потому что гипсовая стена, она очень слабенькая для таких мест. Так, вернемся к нашему полу. У нас вот такие вот влаги есть, бруски толщиной 50 мм. Я их крепил каждые 50 см, иногда чаще. И что у меня выходило? Я крепил вообще комбинированно. Где-то есть шпильки. Вот такие вот шпильки я вкручивал. Вот у меня есть шпилька. Восьмерка, м8 в диаметре. И в принципе, я ее нагручивал и подкладывал вот такие вот бруски. То есть, шпилька очень крепко держит, не дает выйти наружу. Я ее зажимаю и она ниже своего уровня не опустится. По-хорошему, конечно, было бы хорошо. Я делал такое уже у себя на балконе. Снизу закреплял шпильку болтом. Да, у меня ничего вообще не двигалось в этих брусках. Но там балкон, там меньше брусок, меньше вело сам брусок. Намного проще было это все делать. Но, посмотрите, у меня здесь лежит как направляющая USB. И, в принципе, где-то миллиметр гуляет в норме допустимого. Мы это все близочкой потом выведем в ноль. Хочу вам сказать, что пол здесь был перебав в 3 сантиметра, а то и больше. Поэтому, все-таки, думали, что здесь все в ужасном таком состоянии. Ну, в принципе, оно так и было. Доски не сгнили. Единственное, что они были вонючие, старые. Здесь держали собаку, кошку. И эти все животные, они тут гадили. Ну, и, получается, смотрите, раз дыра, два дыра. Ну, вот, эти дыры надо изолировать. Я, вообще-то, думал, что это, в принципе, вот у нас в комнате есть вот такая вытяжка. И вот с этой вытяжкой надо как-то быть аккуратным в том, что она должна вентилировать пол. Ну, она вентилирует пол, в принципе, сама себе в квартире. То есть, не надо вот эти вот отверстия для того, чтобы гуляла. Тут гуляют только тараканы. Так. Почему я вывел на такой вот уровень пол? Смотрите, что нам надо? Дальше мы будем на вот эти вот бруски накладывать три слоя USB. Для того, чтобы у нас вышло 30 мм. И сверху мы будем ложить плитку. Вот. Для того, чтобы в три слоя у нас вышло, и плитка у нас должна выйти в ноль. То есть, вы себе должны, если вы себя будете делать, вот, понимать, что у вас должен быть, должна быть основа крепкая не менее 30 мм, плюс свой плитки и сама плитка. Или линолеум, или ламинат, паркет, не важно. То есть, основа у вас должна быть не менее 30 мм. Для того, чтобы пол нормально, как бы, существовал и не двигался. И расстояние между лагами 40 сантиметров. Можно реже даже. Иначе у вас будут полы какие-то подвижные, и они начнут скрипеть. Так. И по поводу шпилек. Не все понимают, наверное, что такая шпилька. Вот. Есть такая вот гильза. Есть шпилька. Я накручиваю, загоняю эту гильзу в бетон. Через доску накручиваю. Так, чтобы я не мучился. Сейчас я покажу вам на чистом. Загоняю здесь. Загоняю в гильзу. Гильза раскрывается. Видите? И она фиксируется в бетоне. Она уже никуда не денется. Вот. И я фиксирую болтом сверху, чтобы она не поднимала ее. А снизу, конечно, лучше тоже гайкой фиксировать. Но это при том условии, что у вас высота позволяет. То есть, если у вас высота там 130 миллиметров, 150 миллиметров, и тогда вы сможете зафиксировать снизу гайкой. А так нужно фиксировать именно таким вот способом. Можно еще, я буду дополнительно загонять туда пеной, немножко подпенивать, для того, чтобы фиксировать саму лагу. Чтобы она не двигалась, чтобы она зафиксировалась, когда я буду устанавливать USB плиту. То есть, я ее запеню, и у меня будет все чики-пики. Я уже постелил первый слой USB. Из тех кусков, которые мне дали, немножко они не совпадают с тем, что я хотел бы. Но это все такова. У нас, в принципе, можно и цельным куском. Оно еще лучше было бы лежало, когда бы скрепили. Единственная проблема в том, что это как занести, как поднять на этаж и как занести. Вот. И если у вас это получается, то, в принципе, вперед из песни. Три слоя или два слоя фанеры или USB плиты. И, в принципе, нормально. Шаг 25-30 см закручивается саморезок. Ну и между слоями обязательно подметайте, потому что потом повылазят грыбы. Ну и точно так же и шрапки докручивайте до конца. Один слой вообще ни о чем. То есть, это будет продебаться. Вот. Два слоя уже лучше, но на третий будет вообще бомба. Вот. Ну и перекресток нам в таком соединении. Нужно это все застилать, крепить. Потому что жесткость должна быть очень серьезной. Иначе будет у вас гулять пол. Что мы имеем к концу дня. У нас ровный пол. У нас пол подготовлен к дальнейшей укладке плитки. Нигде не скрипит, нигде не проваливается. Здесь на порожке максимально подошли к паркету. Вот видите, он такими вот разными зазорами остался после стены. Это все выровняется в одну линию огромную. И доложится вот эта вот часть. Паркет доложится полоской, чтобы он не расходился дальше. Есть такое свойство у паркета расходиться. Вот. На этом все. Все у нас получилось. Если надо будет там провода дотянуть по периметру, дотянуться. Там оставлен температурный шов. И туда можно заложить провода. Так как на кухне нет ни одной розетки. Теперь эти розетки будут. На этом все. Всем спасибо. Всем пока. Подписывайтесь. Ставьте лайки.